И таза седмица получит побуждение договора за ходатайство. Мы были на палатках, да, в палатках, две ночи. Бегла из палатки две нуштовки. Так, немножко отступление. Наши попросили нас, к нашим друзьям приехали знакомые, которые хотели поплавать под морем, пострелять. И нас пригласили побыть вместе, провести время вместе в палатках, послужить им. Да, вот мы с Геннадием до последнего думали, что мы возьмем какое-нибудь бунгало в последний момент. Будем вместе, но переночуем в бунгало. Да, ну, что-то все, не было времени. В последний момент закинули палатку, одеяло и поехали. Знаете, что я заметила? Ну, это было первое касание такое с неверующими людьми. Это очень важно, знаете, когда к нам приезжают сюда гости, друзья, знакомые, родственники. Много важно, когда идут тут на гости нашите приятели и роднини. Брать еще кого-нибудь в церкви. Да взимаме още някого от церквата. И проводить время вместе. И да прекарваме время заедно. В такой непосредственной атмосфере. В обыкновенной атмосфере. Потому что они чувствуют эту атмосферу. Защото те усещат. Я решила искать только положительные в отдыхе с палатками. Муж решил спать в машине. И у нас там такой изгиб. Как-то мы никак не могли сидение хорошо распрямить. Я так легла и у меня под поясницей. И торчит что-то. И под красотами нечто торчешь. Я нашла место это под поясницей. Чтобы это место на поясницу легло. Так а сложить через воду под красотами? Думаю это будет экстензия позвоночника. То, что будет удержавлено на гребночный остоп. Да, экстензия. Ну в общем, знаете, во всем нужно искать положительные вещи. Мы выспались, все хорошо было. Если нас пахнет, все купе еще на рет. Знаете, что я увидела? Что семьи без Бога, пусть есть материальное благосостояние, пусть есть все достаток, все, к чему стремится этот мир. Но знаете, когда нет Бога, это несчастные люди. Но когда нет Бога, тези хора са несчастни. Да. У них нет. Они сами несчастные делают несчастными всех вокруг. Ну мы не поддавались этому, конечно. И знаете, на вторую ночь, когда муж как-то умудрился выпрямить эти сиденья, и мы вообще легли без экстензии позвоночника. И на вторую ночь, когда мужами успели направить с того как-то добре, и так открыл багажник, и мы смотрели прям вот, лежим, смотрим там море перед нами, звезды. Мы могли выпрямиться вообще во весь рост. Может, мы достать справим и целый рост. Я ощутила вот такое, ощутила такое блаженство, такое ощущение счастья. Ясус этих блаженств и счастья. Знаете, мы куда-то иногда стремимся, зачем-то ежедневие наши суета, не замечая вообще, что мы имеем. В ежедневе это не всякий путь нечто, с стремим ко мне нечто, их суетата не забыляет с вами. Муж рядом похрапывает. Да, природа, где мы живем. Природа, когда ты живешь. Когда ты ценишь вообще атмосферу, которая у тебя в семье есть. И готов цениваешь атмосферу, это в семействе. Что родные, близкие рядом с тобой. Твой ты близкий садутеп. И самое главное, мир и покой, который дает Бог. И мир и покой, который тебе дала Бог. Вот я просто, знаете, напоминанием хочу вам, дорогие, призвать, чтобы мы ценили это. И так, тема проповеди – это ходатай перед Богом. И тема – это напробуйте и ходатай пред Бог. Я думаю, что многие знают вообще, что такое ходатайство. Но написано, что напоминанием, чтобы мы возбуждали здравый смысл. Итак, мы разберем три вещи сегодня. Почему важна ходатайственная молитва. Мы поговорим о качествах ходатая. И мы поговорим об актуальности ходатайства в данный период времени. Для нашей церкви и для общества, для места, где мы живем. И актуальности на ходатайство в тот же период на время, то и в нашу церковь и общество то. Мне дал Бог. Интересно, что неделю назад мы вдруг заговорили о ходатайстве. Мы разговаривали с двумя семьями. И я спросила у них, а у вас есть ходатай, которые поддерживают вашу семью в молитве? И как-то, знаете, так просто, ну, раз и вышло это слово о ходатайстве. Потом второй раз, это было где-то в посередине недели, Бог стал мне вкладывать тему о ходатайстве. И после датана на седмице Бог отново започлен, даме влага тази тему на ходатайство. И у меня был сон, я про него расскажу чуть позже. И когда мы получили толкование этого сна, мы поняли, что важна ходатайственная молитва. Поэтому я думаю, это то, что, в общем-то, актуально сейчас, то, что хочет Бог. Итак, кто такой ходатай? И почему важна ходатайственная молитва? Давайте мы начнем с первого Иоанна, вторая глава, первый стих. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. То есть интересно, да? Есть ходатай, определенная личность, которая предстоит пред Отцом и ходатает за каждого из нас. И има ходатай, такая личность, которая стоит пред Отцом и символит за других хора. Знаете, что ходатай – это человек, который свидетельствует перед Отцом в нашу защиту. То есть он нас защищает. Твой человек, который не защитал пред Отцом? То есть это заступник. То есть он заступил за нас. Вот, для примера, есть вот в некоторых странах в суде такой принцип или правило. В някой державе во всаду има такого правила. То есть если поймали нарушителя. Акуты залавят нарушител. И пока не доказана его виновность, возможно внести какую-то сумму денег, то есть выкуп. И до того момента, когда будет вынесен или приговор, или он виновен, или не виновен. Ну вот представьте, и суммы, причем немаленькие. И если найдется человек, который внесет эти деньги. Даже за нарушение, то есть нарушение было. То суд отпускает до выяснения обстоятельств этого человека. Это тоже определенный пример такого заступника. И вы знаете, что Бог хочет, чтобы мы тоже выступали заступниками, то есть ходатаями, за определенных людей. Очень хороший пример ходатая или заступника – это Моисей. Ну, я думаю, вы знаете, да, что когда Бог выводил Израиль из Египта, еврейский народ очень много роптал, отступал от него, грешил. И когда Бог извел израильский народ от Египта, евреи это много сороптали. И наступил момент, когда уже Бог говорит, ну все, он говорит Моисею, все, слушай, я уже устал от этого народа, все, я его поражу, все. Помните, да, что сделал Моисей? Или помните, как война правила Моисей? Он сказал, ну, слава Богу, я уже так устал от этого народа, он уже замучил меня, давай, Бог, побыстрее уже с ними заканчивай. Слава Богу, вече, сей измурил тоже народ. Вече, да, совершил шестях? Так было. Такали бы еще? Нет? А что сделал Моисей? Как война правила Моисей? Он ступился. То есть за стыпи претях? Да, он сказал, Бог, пожалуйста. И встал в ходатайственную молитву за этот народ. То есть застану в ходатайственную молитву за этот народ? И Бог ради Моисея, он сохранил народ. И Бог, человек, это измурил твана Моисея за запасе народа. Мы потом поговорим немножко о качествах характера за ступника ходатая. И после что поговорим о качестве характера на заступнице. Потому что Моисей, это прекрасный пример ходатая. Еще, знаете, давайте откроем место из Писания интересное. Я нашла такие подборки мест из Писания, где вообще говорится о важности ходатая. Это Исайя, 43 глава. Исайя, 43 глава. Да, 27-28 стих. 27-28 стих. Протест твой согрешил, и ходатай твои отступили от меня. Это Бог говорит Израилю. Зато я предстоятелей святилища лишил священства. Иаков предал на заклятие. Иакова предал на заклятие. И Израиля на поругание. За то, что сваля от священства им великите служители на святилището. И что обракай Якова на истребление. И что направя Израиля за поругание. Здесь интересно, что говорится о важности ходатайства. Смотрите. Тут се говорит за важность на ходатайство. Вот обратите внимание. Описывается определенный грех Израиля. Описывается определенный грех на Израиле. За которое было наказание. За което те были наказаны. И так же говорится, что ходатайи отступили от Бога. Кто такие ходатайи были по Ветхому Завету? Это священники и пророки, молившиеся за народ. То есть даже в Ветхом Завете описывается важность ходатайов. Я хочу еще сказать, что кто такой ходатай? Это воин. Он отвоевывает человеческие души. Он не боится наступать. Он не жалуется на жизнь, на обстоятельства. И он понимает важность своего служения. Я думаю, что Бог нас хочет призывать, чтобы мы становились ходатаями. Поэтому важно знать значение. Знаете, что одна из функций пастора – это ходатайство? Ходатайство пред Богом за свою паству. За кого ходатайствует пастор? Во-первых, о людях, которых Бог приготовил, но которые еще не спаслись, не получили спасение. Чтобы они пришли в церковь. И получили спасение, утверждались в Боге. И получили спасение, утверждались в Боге. О новорожденных, которые приходят, новообращенных, да? Ну, и о новорожденных, которые приходят в церковь. Потому что, знаете, мы заметили, как только человек приходит в церковь, он говорит, все, я вижу, я познал, вот это мне нужно было. И когда человек только что и душил при Боге, то и венаги только наполнен, показывая, что я все разбрал. Вы знаете, тут же дьявол ему что-нибудь подсовывает. И в тот же момент дьявол честно нечто ему слагает. Если это женщина, то посылает мужчина какого-то, который начинает за ней ухаживать. А кое жена, то гава и спрашивает, что некого мужа, который започивает, да? Или проблемы. Или много работы, он говорит, мне не до церкви сейчас. Или много работы, и не мало времени за церковь. Поэтому в этот момент важно молиться за новообращенных. О чем пастор молится еще в ходатайственной молиции? За возрастание лидеров? Все, что пастора молит за израственные налидериты. И отпавших, и об отпавших, чтобы они через покаяние вернулись к Иисусу Христу. Из-за тези культуса напуснули церковь, отъедутся верну обратно. Ну это я так, примерно. Сказан, два примерно. Причем это не то, что вот пастор говорит, так, мне нужно об этом молиться. Вот выставил на стене, я буду за это молиться. Я хочу сказать, что это побуждение Духа Святого. Твое побуждение на святие Дух. И он получает это во время сна. Он может разбудить и дать такое побуждение молиться за кого-то. Это может быть побуждение просто от Святого Духа. И знаете, я хочу сказать вам, почему именно важно членство в церкви. Почему важно быть членом церкви. Потому что сейчас очень много информации есть в интернете. Можно подпитываться книги. То есть, в принципе, очень много всего. Искам да кажа за важността на членството в церквата. За что до сега в интернете има много неща, от които можем да се напулваме, да читаем, да гледаме. Но очень важна ходатайственная молитва пастора или наставника о вас. Но много важна ходатайственная молитва на пастора или наставника за вас. Причем я уже говорила, это идет сверхъестественная потребность ходатайствовать за кого-то. Это сверхъестественная потребность. Когда мы видим, что человек в проблеме, человек в чем-то или запутался, да, или он в бунте, или он наоборот хорошо идет. Мы его молимся за него и поддерживаем. Или когда мы видим, что человек имеет проблем, или он в бунте, или все что, когда все наред при него, все что мы молимся, да поддержим это вам. Давайте прочитаем Евреям, 13 глава, 17 стих. Евреям, 13 глава, 17 стих. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо для вас это не полезно. Будьте послушны на вашите наставнице, покоряйте им все, за да исполнят това вдение с радость, а не с воздышане, защото те бдят с воздышане, не би било полезно за вас. Да, там спрашивают еще раз, скажу. Евреям, 13 глава, 17 стих. Евреям, 13 глава, 17 стих. Евреям, 13 глава, 17 стих. Там, может быть, разные переводы по-разному. Нашли, да? Евреям, Евреям, Евреям. Послание к евреям, 13 глава, 17 стих. Тут вообще такое интересное место. Наставники неусыпно пекутся о душах ваших. Может быть, люди, которые приходят в церковь, они этого не видят и не понимают. Но это духовные вещи. И поэтому Бог ставит, написано, одних пастырями, других пророками, третьих апостолами, евангелистами. Чтобы в теле была определенная работа шла. И чтобы пастор или наставник хорошо выполнял эту функцию. Что нужно делать христианам? Здесь написано, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Ну, в принципе, у Бога все просто. Итак, мы с вами говорили сейчас о том, почему важна ходатайственная молитва. В Писании написано, что Бог об этом говорит. Мы читаем об этом в Ветхом Завете. Мы говорим, что в Новом Завете Иисус Христос стал ходатаем за нас и стоит пред Богом, пред Богом Отцом и ходатайствует. И Он хочет, чтобы мы тоже стали ходатаями. Итак, качество ходатая. Давайте рассмотрим Исаия 53 глава, 12 стих. Исаия 53 глава, 12 стих. «Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал...» Это пророческое место Писания, когда пророк Исаия пророчествует об Иисусе Христе. Твое пророческое Писание, которое Исаия пророковала за Иисус Христос. «Посему я дам ему часть, сначала я читаю, между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за... за кого? За преступников сделался ходатаем». Я бы так сказала, ключевое, да, место, за кого он сделался ходатаем. За преступником. За преступников. В Новом Завете написано, что легко отдать жизнь свою за кого? За благодетеля, за хорошего человека. Новый Завет пишет, что много... Лесно да дадешь живота си за благодетелю. За добрый человек, да. За добрый человек. Но за преступника кто отдать жизнь свою? Но кто еще дадешь живота си за преступник? Я думаю, первое качество ходатая – это любовь. И первое качество на ходатая – это любовь. Если нет любви к человеку, к людям, к человеку или хората, то тогда у нас нет потенциала приносить его к Богу. Тогда няма потенциал да привеждам него при Бог. Вот это потрясающий пример Моисея как ходатая, когда он вступился за израильский народ, от которого натерпелся столько, что... Ой-ой-ой. Я думаю, что ни один из нас не терпел столько, как Моисей. И это прекрасный пример, как Моисей станал ходатая за народа си, вопреки, че те сам правили много разни неща, които той и старпел заради тях. Итак, первое и самое важное – это любовь. И первое и самое важное – это любовь. Знаете, мне вот реально часто не хватает любви к людям. Много често на мен не мислига любовь к хората. Я думаю уже, ну сколько можно одно и то же. Я понимаю, что как человек у меня нет столько любви. И написано, что просите любовь у Бога. И я прошу любовь у Бога. Я говорю, дай мне любви к людям. И знаете, как Бог дает любовь? Он показывает... Я вижу человека с другой стороны. И то и показывает человеку друга страна. Мы не знаем, что переживает человек, правда? Не знаем, как его переживало. Что он прошел, в какой ситуации он был. Какой применял, в какой ситуации с иномиром. А Бог знает об этом. Бог знает за то вам. И Он очень часто показывает человека именно в трудной ситуации. И ты начинаешь именно с позиции того поднимать этого человека на молитвах и приносить его к престолу благодати Божией. И започваешь на молитвах, да воздигаешь тот же человек. Да, то есть не то, что хадатай такие хорошие люди. Нет, просто они наполнены Божьей любовью к другим людям. Второе важное качество хадатая это иметь знание о важности хадатайства. И второе важное качество на хадатай это знать, има знание за хадатайство. Я думаю, что это все-таки из личного опыта приходит или из примеров жизненных других людей. Твои два отличного опыта или примера на животное другим хором? Мы когда переехали сюда... Сколько это получается? 13 лет назад. Я знаю, что за нас молилось несколько семей в разных странах. Именно хадатайственной молитвой. И знаете, я, наверное, осознала ценность этого. Когда я стала наблюдать, как другие семьи переезжают и какие трудности они встречают. И вот мы тоже разговаривали неделю назад с двумя семьями. И я, знаете, я так спрашиваю, за вас кто-нибудь хадатайствует? Потому что, ну, думаю, ну что тут такого? Они говорят, нет. Я вообще получила такое обличение. И получила обличение. Потому что я знаю, что несколько семей начинают свое утро в Казахстане с того, что они молятся за нашу семью. И когда мы общаемся с ними, не так часто, они напоминают, мы утро начинаем с молитвы за вас. И, знаете, я сказала, эту неделю я благодарила Господа. И та заседница благодарит Господь за этих людей и за то, что Бог дает им, вкладывает это желание. Поэтому я хочу призвать, пожалуйста, семьи. На семьи идут очень сильные атаки сейчас. Посмотрите, что вообще творится. Что творится в мире. Психология светская говорит, ну, не нравится тебе что-то, разводить. Однополые браки. То есть атаки идут на семью реальные. И много сильных атаки идут на семью. Поэтому я призываю, дорогие семьи. Вы, я думаю, в духе получите, кто за кого будет молиться. Это очень хорошая практика. И ходатайствовать друг за друга. Недавно я услышала еще как пример до результата ходатайственной молитвы. Вот недавно кто-то рассказывал, не помню кто. Некому не рассказываешь. Что во время Второй мировой войны одна мать отправила на фронт восемь сыновей. И они прошли всю войну. И те соприминали цялоу войну. Мне подсказывает, и все сыновья вернулись. И всички сыновей са се върнали. Вот это мощное свидетельство о силе ходатайственной молитвы. И това е мощное свидетельство за силата на ходатайственной молитвы. Потому что, когда мы будем вступаться за кого-то, эти знания, они очень важны. Пусть это будет пока на примере других жизней. Третье качество ходатая Третье качество на ходатай Это власть, признание власти, данной нам как верующим. Твое признавание на власть кое-то имаме кату вярвашти. Одно место из Писания давайте откроем из Ветхого Завета. Это Первое Царство, вторая глава. Первое Царство. Вторая глава, двадцать пятый стих. Второе. Вторая глава, двадцать пятый стих. Это знаете, эти слова, кто говорят, это Илия, пророк Илия говорил своим сыновьям. Знаете, что его сыновья они грешили, развратились, блудодействовали с женщинами, которые приходили к храму, брали хлеба, преломления и жертвенника, мясо, которое предназначалось для жертвенного. И смотрите, что уже к концу своей жизни он им говорит. В крайне живота святой им казула. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? И потом, но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь ибо Господь решил уже предать их смерти. Такая печальная достаточная история. Дваэтажная история. То есть, смотрите, есть определенные законы. И мы определили законы. Если человек согрешит против человека, и помолятся о нем Богу, то Бог обращает внимание и вступается за этого человека убирать наказание. По Ветхому Завету, если человек грешит против Бога, то нет прощения ему. Мы говорили о том, что у нас есть великая привилегия. Это Иисус Христос, который ходатай пред Отцом. В послании к евреям, я не буду сейчас отнимать время, вот прочитайте, по-моему, в 19 главе, очень хорошо описывается именно преимущество ходатая Иисуса Христа как первосвященника. Если описывают преимущество на ходатай, как Он предстоит постоянно пред Богом и ходатайствует за нас. И это великое преимущество и это власть, данная нам от Бога. Ходатайствует за других людей. Еще одно качество ходатая это его вера. Не буду об этом говорить много, мы все знаем, что в Новом Завете приводятся примеры, как по неотступности мы можем получать. Очень важно знать свои обетования, которые Бог нам дал. например, когда я прихожу к Богу и ходатайствую за свою семью, за своих родных и неверующих родственников. Я говорю, Бог, ты дал обетование. Спасешься ты, спасется весь дом твой. И я стою на этом обетовании и ходатайствую за своих родных и близких, применяя власть и веру. Когда, знаете, что-то наступает в моей семье, приходит тревога, я опять встаю на обетовании и говорю, Бог, мы исключили завет с тобой. Я тебе дала обещание служить тебе доброй совестью. Кто принял водное крещение? Кто принимал? Что такое водное крещение? Это обещание Богу служить доброй совестью. Я ему говорю, Бог, я более 20 лет стою в завете с тобой и служу тебе доброй совестью. И ты со своей стороны обещал мне и перечисляю то, что Бог обещал. И говорю, вступись за моего родного, вступись, пошли ангелов, помоги и так далее. В зависимости от ситуации. То есть я применяю власть верующего и я высвобождаю веру в те обетования, которые дал мне Бог. Аминь. Аминь. Еще одно качество ходатай. Это ходить в Духе Святом. Слышать его. Вы знаете, Бог вообще, он настолько облегчает нам жизнь, если бы мы только знали об этом. Когда мы ощущаем побуждение молиться за что-то или за кого-то. Знаете, иногда Бог может ночь у вас поднимать. Я знаю такую историю, я только уверовала, она меня очень впечатлила. Одна женщина, Бог ее побудил ночью встать и она молилась. Она не знала за что молиться, она ощущала тревогу и просто молилась на иных языках. И на следующий день ее близкая родственница позвонила ей и сказала, что я уже не помню, что точно, но что-то, по-моему, они летели в самолете. Был длительный полет, они перелетали через океан и что-то были нарушения какие-то в самолете. И она рассказала, ну, слава Богу, все благополучно закончилось. Это женщина, которая ходатайствовала всю ночь. не всю ночь, но продолжительное время. Она сказала, слава Богу, ты знаешь, что Бог меня поднял. И вот эта чувствительность к Духу Святому, она очень важна. Причем, смотрите, Бог сказал, что Дух сам ходатайствует воздыханиями неизреченными. Сейчас посмотрим, как на болгарском это. В принципе, вообще, ну, Бог настолько облегчил нам работу, да? Слушайте Духа Святого, если Он побуждает вас молиться, но вы не знаете, как и что, просто молитесь на иных языках, ходатайствуйте на иных языках. Знаете, важно только принять решение. Бог, буду ходатайствовать. Я буду послушен Духу Святому. Итак, я повторю еще пять качеств ходатая. Это любовь. Если нет любви к людям просите у Бога, второе это применять власть данную нам как верующим, следующее это вера, применять веру, и последнее это быть послушными Духу Святому. Хотя я думаю, что качество намного больше, но основные такие. Знаете, по любви, я думаю, что любовь, наверное, все-таки это основное качество. И вы знаете, что на днях ушел на небо Петр Мамонов, да? Актер, я бы так сказала, культурный деятель известный России, который оставил вообще неизгладимый след. Я думаю, что он выполнил свое предназначение и достойно ушел к отцу. Мы вчера с мужем в его честь пересмотрели фильм «Остров». Да, советую вам тоже посмотреть, пожалуйста, кто не видел. Вот я хотела бы произнести его фразу про любовь, он писал так. Любое дело без любви – это мимо Бога. А мимо Бога – это мимо вообще. Да. И хотела бы напомнить от Иоанна 16 главу, да, где написано «Ибо так возлюбил Бог мир» 3.16, да, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, Такая возлюбил Бог мир, че дал Своя Сын, чтобы каждый верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Знаете, если нас раздражает чье-то поведение человека, да, или что-то нам не нравится, а что-то нравится поведение на человек, не что на не харес просто помните, что Бог его любит». Просто помните, что Бог любит даже человек. Вот у меня такая, я задала сама себе вопрос, вот противоположность ходатайству, что вы, как вы думаете? И задавала такой вопрос, какво противоположность на ходатайство? Равнодушие, да, твое равнодушие, равнодушие, или поношение, осуждение, осуждение, да, и знаете, когда мы чувствуем у себя. Последнее время, знаете, вот мир говорит все себе, все себе, все себе. Ну правда, такое все. Главное, живи спокойно, чтобы тебя никто не трогал, ты никого не трогаешь. Но Бог не такой. Бог хочет, чтобы мы вырабатывали в себе качество ходатая. И последняя часть, к завершению я уже подхожу, актуальность ходатайства. Я видела сон. И раз видях один сон. Может быть, где-то неделю назад. Я редко вижу сны. Хотя, в принципе, я прошу Бога, чтобы Он мне давал сны. пророчески сны. Снится мне сон. Рассказать? Я люблю очень плавать. Я люблю море. Я могу утром плавать, вечером плавать. Это вообще моя слабость. Очень люблю я плавать. И вот я во сне плыву к берегу. Рядом со мной сестра из церкви. Я не знаю, кто точно, но я просто знаю, что она кто-то из церкви. Сестра близкая. И вдруг я вижу змею, которая плывет. И я говорю, давай мы оплывем эту змею, обойдем ее. И мы обходим ее, приближаемся к берегу. И вдруг я вижу, что у берега, вот прям, чтобы перейти к берегу, очень сложно все кишит змеями. Причем вот все вот это пространство в несколько метров пять влево вправо все кишит змеями. Я думаю, как же и а я знаю, что в море там еще есть другие сестры. Я думаю, как же их провести, чтобы мы не попали к этим змеям. я просыпаюсь. Я как-то подумала, особо так я не получила толкование. Я понимаю, что змеи это не очень хорошо. Думаю, ладно, подожду, придет толкование. Интересно, что каждый раз, когда я захожу в море, в течение этой недели у меня перед глазами змеи, ну, как бы, из-за сна. Я понимаю, что Бог мне напоминает. Потом я вспомнила, что Рома, наш роман, где-то две недели назад, два месяца примерно назад, тоже видел сон. И он видит сон, что мы сидим здесь все в городинке в саду. Все хорошо, радуемся жизни, и вдруг выползает змея. Я точно не помню, но, по-моему, он стал ее лупить, что-то такое. Я вспомнила, что еще такой сон был. Я поделилась с сестрей, она говорит, слушай, давай спросим, у нас есть люди здесь в Болгарии, которые движутся в пророческом таком движении. И я позвонила ей и рассказала сон. Она дала истолкование, причем тоже она говорит, что это очень серьезный предупреждающий сон, тем более второй уже. Это сон предупреждения от Бога. Твое предупреждение? Змеи вообще по, если взять бытие, помните, что сделал змей? В зимом обитету помню, как его направила змея. Его задача обольщать и лгать. Да, задача тому доложи. Поэтому он говорит, скорее всего, на вас или на церковь идет какое-то или поношение, или ложь. Может быть, придут какие-то сплетни. Поэтому нужно вступаться в ходотайственной молитве за пастора, за церковь, просить защиту, охрану, за то, чтобы Бог давал видение пастору. Бог давал вижданные на пастора. Ограждал от злых и лукавых людей. И, знаете, я вспомнила тоже, змея по Библии это прообраз коварных и злоречивых людей. Помните, Иисус очень так резко сказал фарисеям, вы по рождению и хидны. Иисус сказал на фарисея это порождение на и хидна. Да, и хидна это змея, которая из-под тишка кусает. И твоя змея это хаппи, которую не видишь. Это прообраз таких людей, которые все хорошо, все хорошо, потом раз укусили. Твой прообраз на хоррот какой-то всичку на ряду, ты из водныш нападат. Поэтому сон это предупреждение Бога, что есть необходимость в ходатайственных молитвах. Я думаю, что Бог нас хочет разбудить, встряхнуть. Лето, солнце, все хорошо, все приятно. Но Бог дает сны как предупреждение. Для того, чтобы атака дьявола не состоялась. Мне очень понравилось, знаете, слава Богу, я думаю, что это подтверждение к теме, потому что в среду подошла сестра наша, которая вела такую ходатайственную у нас молитву в церкви. Она уходила в декрет, и Бог ей дал побуждение в Астанах. Это я так назвала в декрет. И Бог дает побуждение восстанавливать молитвенные служения. Восстанавливая молитвенные службы. Поэтому, пожалуйста, раньше, мы знаете, в воскресенье к 10 приглашали, кто имеет нужды, приходите, мы за вас помолимся. А сейчас, я думаю, нам надо приглашать приходите, кто хочет участвовать в ходатайстве за пастора, за церковь, за Болгарию, приходите. И я верю, что мы будем наступать, мы не будем бояться этих змей, потому что Бог дал нам эту власть. Мы будем воинствовать согласно пророчеству. Мы будем молиться, пока не придет внутри нас мир. Ощущение победы и когда мы увидим результат. Это финиш, так сказать, молитвы ходатая. Я хотела призвать, чтобы мы не просто сейчас поразмышляли, послушали слово, а чтобы мы реально, как церковь, произнесли, сейчас помолились ходатайственной молитвой, чтобы мы провозгласили в духовном мире победу Иисуса Христа. Я предлагаю сейчас помочь, помощь, призвать прославителей, чтобы мы разрушили все замыслы врага. Мы сегодня провозглашали, знаете, такое слово хей, хей, помните, да? Пели. Это тоже определенное действие.